я рад приветствовать вас на канале капитан герман мы вы они все рады приветствовать всех вас в общем и очень давно вы говорили почему на канале почему эти птицы рутся не перебивайте короче вы спрашивали очень часто почему у нас на канале нет рыбалки я вам сказал что рыбу ловить я не люблю но внимание есть человек который вот рыбу есть с чаем он любит ловить рыбу и сегодня наш выпуск будет как раз о рыбалке причем не просто рыбалки а такой как ловить карасей стоя на лодке на одном месте то что я не делал никогда новое знание новые печали погнали что вы делаете как вы их ловите и главное на хрена я понимаю что у тебя провокационных вопросов сразу я так понимаю что у тебя какая-то очень секретная технология удочка вот сложная удочка похоже на спиннинг друзья извините у нас это не автоматическая система намотки хотя в моем случае достаточно автоматизировано в моем случае вот так вот бережно лесочка лесочке ты начинаешь вынимать похоже на дачу а покажи пожалуйста на что ты ловишь а там щас никого не дам все серьезно курицу хавается не курица отличный привет на курочку как вы покажи снасть начи снасть выглядит вот такое самодельная такая самодельная колхоз лёг колхоз лёг колхоз кусочек камушка привязан и три крючка 4 на каждом из них курочка то есть ты ловишь на курицу покажи то есть обычные крючочки вот обычные обычные крючки и просто курица которую мы со вчера не доели а я сегодня снова знал как вообще эти крючочки привязывать к этой лесочке вот привязал пока один крючок не потерят и дальше мы рыба не крупная рыба не крупная она какую глубину ну тут 10 метров соответственно опускаем до дна но поскольку сегодня лодку разворачивать постоянно то я потом еще приподнимаю где-то на метр чтобы камушек висел не касаясь дна ну что блеска вон тянут это просто в интернете прочитал что то есть вы понимаете что даже не обладая глубокими знаниями в рыбалке можно на попытаться попытаться наловить себе на ужин знание вообще нисколько никаких для понимания я речную рыбу него и вообще никогда в жизни но смотрю ты высоко мотивирован высоко мотивирован потому что голод он не тетка есть хочется а еды то нету карантин двадцать пятый день проблема в том что ремень-то доели остался один ремень а он должен быть на пасифик остаться резерв резервный ремень подошву на кроссовках сейчас не едят она резиновая и что уже опустился нет я думаю параллельно немножко подергиваю что одна из них там захотела как-то и даже не тут надо мальчик но это мелкая похоже рыбалка это уже от полной безнадёги до полной безнадёги вы поймали вот такого пискаря маленького вот такой маленький пискаре очень используем чтобы это самое чтобы на него ловить кого-то более серьезного есть такого уху варил уху тоже неплохо о какая рыба может тебе ведро дать держи его крепко слушай давай ведро пожалуй надо хоба не переживайте не ну конечно объем там еще нет что нет показалось что плюнуло нет пока нет да еще кстати это самая с утра тут на пазлборде съездил на тот конец острова вот туда в общем там каменистое дно есть подозрение что там усатые тарканы водятся лоб да лоб стоит на то это самое надо бы сегодня днем съездить туда их половить вечером на ужин за греем как-то за грелем но если нам гостгард разрешает разрешит до на в идеале пока что тузика сбросить туда бы доехать на тузике если нам сегодня в обед пиво принесут я так понимаю что никуда мы как обычно не поедем уже есть вот такой улов то есть это вообще непонятная рыба а вот это маленький тунец то есть этот тунец мы его скорее всего будем есть а вот это вот для милипе стрелы по-французски так называется мы его порежем и из него сделаем наживку на другую рыбу кстати может быть имеет смысл поменять пару на рыбу пару на курицу курица как рыба так себе не в пищевой цепочке местных рыб я так понимаю нечастый или если часто я так тухло и кто-то ее уже ел вареная курица вряд ли в сегодня у меня смотри вот это было поймано на эту курицу в принципе нормально лет я вынимать бы надо знаешь что надо ведро подготовить чтобы подсекать а я аудио а я пытаюсь просто рыбу не потерять или что ты хочешь что что карандаш сошла сошла можно было ловить нормально нормально делай нормально надо было чуть-чуть подсечь я вначале тащил плюет плюет нормально и главное выведем я сейчас поднимаю я что-то ручная штатушка медленно поднимаю что надо ему палочку придумать понимаешь на двух этих чтобы он так вот почему я не понимаю я покажу я понимаю близко уже сейчас уже скоро будет хорошая давай давай ухты 2 2 похоже у меня сетками все порядка конечно подсак подсак есть ловим ловим ее не хочет она сопротивляется есть такое дело 2 не сошел 2 просто просят еще 2 тоже просит а где этот дуршлаг надо дуршлаг я думаю что надо какую-то сетку придумать ну чем-то да потому что это вот это это неудобная хрень полный это что это тунцовый а вот такая разве будет плохо там же есть спасибо держи 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 аккуратно только не действительные крючки есть ростику привет а есть нет там крючок на вижу там не надо готова вкусненький курса всегда водный это я так понимаю на курицу идет на курицу идет до курятина видим вы пищевой цепочки есть я может это как раз он выглядит как будто ее кто-то уже ел . бони то мини бони то микро бони то и думаешь надо мелкого разделывать на курицу да да ну курицу хорошо идет давайте с курицу да это самое добьем и раздела мелкого есть рыбка большая маленькая если маленькая поймается отпусти и скажи пускай бабушку и дедушку призыв позовет на рыбку разложил смотрю родная конечно это лесенка дурочков убийца ой побольше снимай внимая внимания я себя тоже поймал куда ты себя поймал за палец не снимай снимай снял снял да мочи ее так держи вот так вот вот так давай не надо другую сторону журнайку и перевернуть давай ложись нет папа как ради есть стопы готова хаба чтоб наверняка ну так что трой началось долго и и и и и и и и Наших карасей. Сколько у нас их здесь штучек в итоге получилось? Раз, два, три. Три штуки. Три. Ну что ж, есть идея, что это будет? Лук, рыба. Я думаю, что будет вкусно. Сверху будет масло. Это немножко масла, чтобы не горело. Васаби? Васаби. Потому что у нас имбирь с овощами на... Имбирь, я так понимаю, что это непозволительная роскошь в современном мире. Лимонов, заметьте, к рыбе у нас нет. Кстати, на Ямайке мы не можем купить лимонов, как это ни странно. И, кстати, прикол еще в том, что, допустим, на Кубе лаймов нет. Ты знал об этом? Нет. Нет? Нет, не знал. Лаймы – это то, что делается на экспорт, а лимоны – то, что продается на внутреннем рынке. А на Ямайке нет ни ложки, ни лимонов. Выглядит неплохо. А как мы ее будем готовить? В духовку? В духовку. Ну, это выглядит как явно к духовке. В духовке, но надо ее... Слушайте, выглядит очень красиво. А фольгу мы ее можем завернуть вообще легко. Не знаю, передает камера или нет, они все переливаются. Когда не смотришь. То, что вы только что слышали, это говорит алкоголь, который мы недавно принимали. Да, мэн. Да, мэн. Это вырвалось, я уже адаптировать местным условием. Разогрелась? Ну, я думаю, что да. Она, кстати, там уже горит. Я предлагаю открывать. Ну, я не знаю, кто-то ее зажег, наверное. Ну, естественно, ты спрашиваешь, разогрелась ее? Да, вот. Закрывай. Я думал, ты пихать будешь. Это и фольги же нет еще, Саша. Фольгу давай. Фольгу давай? Так, где фольга? Извините, вырвалась. Фольга, фольга, где фольга? Торки нет. Ну, выглядит как будто это рабочая тема. Вот такая вот завернутая рыбка. Ага. Запах из нее вообще фантастический просто. Оно упаковано в фольге, это незаметно. Да, ну запах идет просто вообще фантастический. Если честно, хочется есть ее прям сырой. Ну, в принципе, тут у нет, можешь есть сыренькие проблемы. Да, вообще никаких. Аня аккуратно, не дожди. На верхнюю ставим, правильно? Нет, 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 на самой нижней. На самой нижней она не обгорит? Нет, не должна. Так классно, когда не участвуешь в этом действии, потому что так бы спалил рыбу, а так ответственности нет. Время? Думаешь, здесь хватит? Засек. А это что будет? Овощи жареные. А, это жареные будут. О, класс. Нингиль, морковочка. Похожую на дыню. Дыня. Пора. Выглядит, как будто фольга готова. Да, фольга готова. Нет, это нет сомнений. А полотенце немножко мокрое, и оно прижигает руки. Это приоткроет чуть-чуть. Да не, что приоткрывает, то есть, что понятно. Я считаю, что все готово. Готово. Никаких сомнений. Не знаю. Как бы не переготово. Нет, как бы не переготово. Нет, стой, давай, Фалик, просто посушилась, потому что она вареная. А, рот. Это просто ее так вернули сюда. Нет, это так не выйдет, я ее хорошо замотал. О, какой карась а-ля натюрель. Запах идет вообще просто не... Нет, ну там видно, что он уже готов. Неимоверно. Может быть чуть-чуть подрумянить. Да. Чуть-чуть подрумянить. Не, она уроку не большая. Ты хочешь сказать, что она уже готова? Так, думаю, да. Мы дожидали еще дополнительную минуту, и я считаю, что пора. О, я думаю, что будет... Слушайте, запах идет вообще неимоверный просто. Да, о, спасибо. Я чувствую, что меня что-то жжет. Так, сейчас главное... Вот сюда вот, на это щейки. Да-да, уже приготовлено. Ага, да-да-да-да. Нет, просто полотенца немножко мокрая, из-за этого, но это самое... Шипет пальцы. Пальцы шипят. Медиум, медиум рэр. Медиум рэр. Пальцы медиум рэр. Ну что, выглядит хорошо, и не сухо, и ничего, просто как живая рыбка. Да. Вот это вот сейчас. Собрыми руками из этого Красивого моря. Не надо, чтобы она ждала. Ты предлагаешь ее съесть, а потом есть печеную морковь. Печеную, вы не там стол готовьте. А мы готовы. Морковь ее будет. Прямо готовы есть этих карасей прямо сейчас. Значит, когда я ехал в Грузию, я остановился в деревне, и... В этой деревне вышел ко мне местный житель, и мы с ним разговорились немножко, и он мне в итоге подарил бутылку своего самогона, своей местной вот чачи, со словами. Я сделал эту чачу в этих красивых горах, вот этими добрыми руками, я тебе дарю ее, чтобы тебе было вкусно ехать. Я вот сейчас, когда вытаскиваю рыбу, у меня вот ощущение именно такие, а этими добрыми руками ловил эту рыбу, и так я надеюсь, будет вкусно. Это, кстати, Саша поймал, поэтому сейчас будем вкусно ехать. Так я надеюсь, что да. Жить тяжело. Слушайте, запах фантастический. Я готов вот уже как кот сходить вокруг это самое, вокруг... Вокруг Рома. Вокруг Рома тоже. Ну, идемте кушать. О, прямо вау-вау-вау-вау. У нас немножко здесь свежевыловленого тунца, немножко имбиря. Аня, может быть без мишка и всякого рауза. Немножко овощей сделанных, немножко соусом васаби, немножко с морковочкой, немножко с местными бобами. Ха, давай, давай, уже давай есть. Так думаю, будет неплохо. Давай, давай, давай. Не, ну на самом деле очень красиво, очень красиво. Гена, смотри. Прям ресторан на ежа. Карась. Карась. Мы должны иметь минимум одну звезду Мишлен. Считаю, что через какое-то время сможет выйти на две. Трехзвездная. Я считаю, что Мишлен, ты имеешь в виду эти покрышки. Трехугольные. А вы знаете, между прочим, что Мишлен, это как раз вот эти вот самые покрышки. Это был Роад Альманах, в котором указывали, какой из ресторанов действительно хороший. То есть это вот тот Мишлен, в котором логотип мотоциклетных покрышек, мужик весь в бинтах. Почему же мотоциклет? Прямо, вот видите, у нас такой ужин на закате. Прямо класс. У нас сегодня необычные ингредиенты бобы. Первый раз мы их едим здесь. Рыба самовыловленная. Тоже первый раз мы здесь едим. А вы говорили, что я не ловлю рыбу. Я ее, кстати, и не ловлю. У нас есть Саша, высокомотивированный, который это все набил просто. Который говорит, I love you. I love you. I love you. Любитель английского. Так считаю, что это достойно фотографии, как минимум. В инстаграм. Яман. Рыбу. Так, ну это не рыба. Альза все-таки похожа на морковь. Это не морковь, это тыква. 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 Это тыква. Это мой просто жизнь. Тыква. Тыква. Ну уж понимаете, что это свежевыловленная рыба, которую вот только... И все ее... Вкусно. Почему они такие горькие, в общем? С волосами. А мой стаканчик, который вот этот? Это мой. Вот. Они делают рокировку. Да, у нас рокировка шахматы. Шахматы очень опасная игра. Конь так не ходит. Конь так не ходит. У нас ходит. Ха-ха-ха.